Всем привет, с вами Анчик Мартынова и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшнее видео это уже будет традиционный влог. На каждый свой день рождения я делаю видеовлог о том, что происходит в моей жизни. Поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть. Из новенького я наконец-то сделала новый себе сайт Анчикнет. Наконец-то мне дошли руки. Сделала все самостоятельно на этот раз, без всякого там WordPress, еще чего-нибудь. Именно по хардкору. HTML там использую, CSS и JavaScript. Мне кажется, одностраничный сайт очень-очень даже приличный получился. Там есть информация обо мне, о YouTube-канале и о моей профессиональной деятельности программистам. Если вам интересно, заходите, посмотрите, оцените. Напишите в комментариях отзыв, понравился ли вам. Итак, я уже живу год в Польше. И, скорее всего, буду жить еще год в Польше. Официально продлили до марта нахождение украинцев здесь. Абсолютно легально. Что меня очень радует, потому что я по этому поводу переживала. До сих пор правительство Польши, разные организации помогают украинцам. У нас есть куча знакомых теперь с разных городов Украины. Например, мамина подруга, это женщина из Запорожья. Она мать-одиночка, и здесь она приехала, еще второго ребенка родила. Да, она приехала, и она не знала, что она беременна. А здесь в Польше вообще аборты запрещены. В общем, и она здесь родила второго ребенка. Ей дают деньги, продукты, где жить ей предоставили. Сначала бесплатно ей предоставили, она почти год жила бесплатно. Сейчас ей нашли двухкомнатную квартиру, за которую будут платить где-то процентов 50 или 60. Ну, короче, для нее тут, ну, ей все предоставляют. И я думаю, еще есть много украинцев, которым так помогают. Это здорово. Но, конечно же, тут все не идеально. Постоянно люди сталкиваются со сложностями, с оформлением документов, всяких налогов. В общем, у всех одни и те же проблемы. Тут, ну, довольно сложно все. Но, плюс-минус, знаете, нормально. Нормально, и главное, что ментально мы здесь чувствуем себя в безопасности и в спокойствии. И я рада, что поляки нас терпят. Понятно, я не учила язык польский. Я вот за весь год выучила, наверное, слов 10. Это честь, это типа привет, там, день добрый, у них все время день добрый, денькую, доведение. Есть и оплаты, то картой. И они говорят, допустим, ну, спрашивают обычно, пакет нужен. Первое время мне было сложно, потому что я знаю, там, пакет, торба, а еще есть рекламовка. Я не могла никак пойти. Че они там говорят? Рекламовка. Теперь я знаю три названия пакета на польском. Вот так вот я учу польский именно, когда мне надо что-то купить. В основном я сейчас делаю упор на английский. Я его, наверное, изучаю где-то уже 9 месяцев я капец устала. Именно индивидуально, онлайн, со своим учителем, который сейчас находится в Одессе. Я у него занималась еще много лет назад, но тогда я дошла до уровня pre-intermediate, пошла на работу. Я поняла, что, блин, ну, мне его хватает с головой, потому что, да, у нас на работе мы общаемся на русском, не нужен фактически язык. И многие, кто приходил туда программистами, в принципе, и были уровни, я думаю, elementary, если не beginner. Сейчас за 9 месяцев я прошла полностью уровень intermediate, это B1. И сейчас я уже почти завершаю уровень B2, это upper intermediate. Я хочу вам сказать, что это чувствуется. Действительно повысился, но так сложно, я так устала. Мне говорят, Аня, возьми перерыв. А я говорю, ну, блин, но я не знаю, что будет дальше в жизни. Потом я не знаю, там, семья, дети. Когда я буду этим заниматься? Я должна сейчас поднять уровень. Тем более тут такие в Польше есть классные компании, как Google и так далее. А еще классная новость. Я пошла на курсы по картам Ленорман, которые длятся 10 месяцев. Я очень хотела. Очень классные курсы. И там есть чат, где мы все переписываемся, выкладываем карты дня, какие-то расклады, друг друга трактуем. В общем, это прям такой круг по интересу. В целом мне очень нравится. Тоже я как-то больше начала прочувствовать карты, потому что, да, я читала по Ленорман две книги. Но когда там говорилось в книгах, надо доставать карту дня, прочувствовать ее, я пару раз сделала и забросила. А здесь прям уже несколько месяцев стабильно каждый день, утро, обед и вечер, у тебя есть карта дня и все. Да, поэтому мне очень нравится, классная практика. Но на этом я не остановилась, еще пошла на курсы по кофе. Насчет них сказать ничего не могу пока, что они только начались. Будет ли от них какой-то эффект, не знаю. Они не настолько профессиональны, как курсы по картам Ленорман. Но когда будет результат, я вам обязательно скажу, стоят ли они того или нет. Поэтому, да, два дня в неделю у меня курсы по кофе. Один день это у меня карты. Два дня у меня английского. Еще speaking club один день. Короче, вообще весь график забит, времени ни на что не хватает. Я постоянно уставшая, но довольная. Этой зимой мне стало скучно, я фактически никуда с дома не вылазила. Эта работа вся удаленная. И тут мне высветилась в инстаграме реклама о том, что приходите на девичник, метафорические карты, гадания, что-то типа гадания, винчик, закусочка. Приятная атмосфера, приятно проведете вечер, я такая в деле. И там я познакомилась с девушкой по имени Анастасия, которая проводит разные трансформационные игры, по типу игры Лила. Вот, девичники, мастер-майнды. И я постоянно ходила на те девичники. Там в основном приходили это украинки и белорусские. И в основном тоже те, которые работают удаленно, которым не хватает общения. Кстати, там были сферы IT, даже с компанией Microsoft. Я такая, у вас там что там? Что там у вас с вакансиями? Потом я решила у этой Насти записаться на мастер-майнды. Что такое мастер-майнд, вы, в принципе, можете посмотреть в интернете, может кто-то знать. Если кто не знает, ну, вкратце, мастер-майнды это либо один человек, либо группа людей, которые помогают тебе решать какие-то вопросы в твоей жизни, чтобы у тебя все становилось гармонично в жизни, все эффективно, и ты была довольна всеми сферами своей жизни. Вот, я к ней ходила на мастер-майнды, и мы там использовали всякие игры трансформационные, метафорические карты, которые на мне невероятно работают. Это вроде не гадальные карты, да, это психологические, их используют в основном психологи. Но, блин, ты там выставляешь эти карты, начинаешь говорить, что ты видишь на картинке, и говоришь всю историю своей жизни. Это вау! И как бы видишь, что дальше, получается, будет. Ну, так, прошлое, настоящее и будущее. Просто что-то невероятное. Мне так понравилось. Ну, мне не зря потянуло к ней, и не зря этот человек занимается трансформационными вот этими играми, она реально помогает людям. Мне она помогла, я просто в восторге. Это вообще кайф, я, наверное, еще не последний раз с ней встречаться буду, буду ходить на девичники. Вообще, эта тема офигенная, что у меня вообще очень много изменений. Еще я начала ходить в бассейн тоже, это обычно один-два раза в неделю я хожу в бассейн. Там и джакузи, и сауна, и горка есть. Ну, просто кайф. И это все, ну, за одну цену. Как бы просто платишь билетик, там, где-то 20 злотых, и идешь на часик, и куда хочешь. В общем, у меня каждый день какое-то мероприятие. У меня вообще очень мало выходных дней. Вот где я реально ничего не делаю, и просто вот так вот, как сейчас, я вышла погулять. Дело в том, что перед моим дирижением я взяла неделю отпуска, я решила, хочу пойти пофоткаться, погулять, хочу пойти там в салон, сделать волосы и так далее. Кстати, пошла к нашей украинке, она мне наконец-то сделала нормально, air touch. Потому что меня тут так дурили, здесь бьюти-индустрия в Польше, ну, вообще не развита. Ни ногтевой сервис, ну, ногти я делаю сама, но просто я ходила на девичники, и все девушки жаловались, они только к нашим мастерам реально ходят. Ну, на самом деле, почему так происходит, как мое личное вот мнение, судя по всему, это все зависит от польских женщин. Они здесь все очень гордые, они в основном не красятся, платят везде всегда за себя, и поэтому наши девушки, они даже не хотят идти на свидание с поляками, потому что, ну, их уже приучили, что если ты там, допустим, гуляешь с девушкой, и она хочет мороженку, она должна платить за себя. А наши девушки такие, блин, а зачем он мне тогда нужен, если он даже мороженку не может мне позволить. В общем, я думаю, из-за этого бьюти-индустрия вообще запущена. Ну, ничего, наши сюда поприезжали, бизнес понаоткрывали, и сейчас, я думаю, поднимут уровень бьюти просто в разы. Еще я где-то пару месяцев назад пыталась похудеть, в общем, не получилось, килограмм туда, килограмм сюда. Поменяла диету, думаю, через 2-3 месяца точно похудею. В этом году я особенно не путешествовала, но я особо не расстроилась, потому что я и так за рубежом живу. Да, че париться, я Польшу толком не видела. Но я была в одном классном месте под названием Морское Око. Это нереальная красота природы, это горы, озеро. В общем, это была просто супер поездка. Невероятно, что такое место есть в Польше. Класс просто. Еще в этом году я была в Берлине, и вы не поверите, я в Берлине была в ресторане Одесса Мама. Я сама была в шоке, когда увидела это на гугл-картах, я такая, я туда хочу пойти. Мы туда пришли, и нас спустили без резервации заранее. Там было место, и я там заказала шашлык, и там все было так красиво в одесском стиле. Это было обалденно. Ну, то есть, Аня поехала в Берлин, чтобы поесть одесской кухни. Коренная одесситка, потому что. Короче, да, вот такая была у меня интересная история. Я не знаю, я этим горжусь, мне нравится, очень нравится. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Если да, ставьте ему палец вверх, и подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. До новых встреч, всем пока-пока!